Вот это гроза просто всех фэшн-блогеров и стилистов. Всем огромные приветики! У меня сегодня третий подход к расхламлению шкафа в коридоре, в прихожей. И я сегодня нашла сумку, в которую я буду складывать все вещи, потому что пакеты кончились. И в икеевской сумке будет удобно всё выкидывать, выносить на мусорку. И потом возвращать её на место. Трамп уже её себе захватил. Да, Трамп? Но ничего, я его сейчас отсюда выселю. Насталый шкаф из рисунки, и сейчас хочу всё это перетряхнуть. Итак, первый лот джинсы. Джинсы тоже, короче, они уже из тянущегося материала. И такого не очень актуального, скажем так, синего цвета. Поэтому джинсы отправляются на мусорку. К тому же здесь джинсы такого размера я нашла уже двое. Такие типа варёнки и чёрные. Поэтому эти отправляются на мусорку, раз уж они совсем не актуальны. Ой! Дальше джинсы из тянущегося типа вельвета тоже отправляются в зрительный зал. Дальше. Ой, жуткая трикотажная кофта с вязаным воротником. Не знаю, что было в головах у тех, кто это делал, но у меня тоже была похожего плана кофта. Зелёная только. Она была трикотажная, и вот здесь вот так вот лодочкой с открытыми плечами был вязаный воротник. Смотрелось это красиво, но практического смысла не имело никакого, потому что, ну, вроде как здесь вязаная, здесь тонкая. Непонятно, это должно греть, не греть, ну, в общем, куда бы не ходить, непонятно. А это, ко всему прочему, ещё и закапанное. Так, шарф, господи, здесь шарфов целая куча. И этот шарф, он, как я и показывала в видео про расхламление спальни, он, сейчас покажу вам, видно? Да, походу видно. Поехал, потому что сделан из полиэстера, и всё это, конечно, не очень. Так, какая-то непонятная, голубая, ну, вот она вот так, ну, это что-то типа платья в обтяжку или что? В общем, какая-то ужасная кофточка. О, ещё джинсы, деним 82-го года. Они целые, но короткие и толстые. Это, видимо, капри был один момент модно. Но это тоже отправляется нуждающимся. А Трамп, вы посмотрите, Трамп сидит в пакете. Он вернулся, я его оттуда выселила. А он вернулся. И он сидит и не собирается, как будто, выходить. Трампин, тебя что, тоже на мусорку? Я тебе не отдам на мусорку. Ну, ладно, мы продолжаем. Разбирать дефромат. Так, ещё какой-то шарф, тоже в зацепках. Ну, вот такой, тянущийся ещё, но в зацепках. Трамп сразу принялся его жевать. О, это какой-то некогда суперсексуальный наряд. Платье в оптигон из, ну, типа, кружевом, ну, даже не типа, но, наверное, это можно назвать кружевом в укаламе. Сейчас, мне кажется, только девушки на Хэллоуин или девушки, как это называется, низкой социальной ответственности потом могут надеть. Так, и один пакет мы разобрали с вами. У меня сейчас, кстати, как у всех русских, появился пакет с пакетами. Я туда складываю пакетики, которые подойдут под мусорное ведро. Их немного, вот этот второй или третий. Поэтому отношусь бережно. Так, следующий пакет. И здесь платье, господи, платье сарафан на резинке. И оно прям сильно бэушное. Прям ткани видно, что сильно заношено, затасканно. Поэтому избавляемся. Очень сексуальный бюджет-гальтер. Ой, ужас. Транки, ну хватит прибить уже сюда пакет с пакетом. Так, футболочка с жуткими, с жуткими цветочками. Избавляемся. Почему нет базовых вещей? Вот когда разбираешь хлам, всегда думаешь, блин, столько вот, ну скажем так, акцентных. Да, они, они эти вещи не актуальны уже много лет как. Но почему столько акцентных вещей? И совсем нету вещей базовых. Ну, то есть белая футболка, или, как на мне, черная футболка, которая подойдет под всему и будет служить базой. Еще вот такое платьюшко. Тоже из ткани, трикотажный, но уже давно не актуальный. Плюс ко всему, что интересно, здесь совершенно неактуальная длина, потому что... Сейчас я поправлю немножко камеру, опущу. Давайте-ка еще чуть-чуть опущу. Неактуальная длина почему? Потому что вот я на себя примеряю, оно мне точно как раз, надевать не буду. Оно прям до коленки. И таким образом фигура режется четко по колену. Нужно либо выше коленки, либо ниже. Но если смотреть современные тенденции, актуальна одежда из... Ну, платья, которые чуть ниже икры. То есть миди и макси длина, это самое актуальное. Да, сейчас появляются мини-юбки, но они совершенно другого кроя, другого фасона. Если, кстати, интересно, напишите мне в комментариях, я могу сделать обзор. А вот это гроза просто всех фэшн-блогеров и стилистов. Почему? Потому что это леопардовые лосины. Это ужас. Все женщины корпулентного телосложения, если хотят шокировать людей, обязаны носить леопардовые лосины. Надеюсь, они кому-нибудь пригодятся. Футболка детская, но жутко застерянная в катушках с каким-то невообразимым принтом и надписью New York. Так, вот это что-то... Ой, нет, неинтересно. Блин, увидела ткань красивого цвета, и она кажется льняная. Это юбка, непонятно, из чего сделана, зерлочка нет. Ну, похоже, что сделана изо льна. Юбка в длине Макси. Ну, я ее оставлю. Вдруг нельзя же прям все выкидывать. Несмотря на то, что даже эта юбка не очень. Господи. Да, вот этот психоз дизайнера одежды. Тут и запах, и блестки, и... Нет, это просто скаталась резинка. Я думала, здесь еще и басочка по поясу. Но здесь, ко всему прочему, что совершенно это уже не актуально, здесь еще половина блесток отлетела. Так. Это леггинсы. И можно было бы их оставить, но проблема в том, что вот здесь резинка, ее даже на звук слышно, что она уже рассыпалась в труху. Поэтому выкидываем в трусы и павел. Так. Вчера у нас была красного цвета кофта, а сейчас красного цвета треники. И они без резинки, льняные. Может быть, даже от той кофты. Но я не помню, там какой был бренд. Здесь какой-то бренд Бла-Бла или Бесса-Пса. Про это Порте написано даже. Боже мой. Но резинки уже здесь нет. И на копе есть катушки. Поэтому. Кстати, странно, что есть катушки. Может быть, это не лен, а какая-то смесь. Да, это смесь, значит, это другой материал. Здесь вискоза и лен. Ну, вискоза может скататься, да. Тоже какой-то феерично странный дизайн. Это блузка. Здесь и принт, и дизайн. Вот здесь вот что-то типа жабо сделано. И даже цветовое решение. Все безумно. Трампи все время залезает на вещи для мусорки. Нравятся ему тряпки. У него тряпочные. Вот. Я его оттуда все время убираю, а он туда обратно залезает. Трампи, давай ты посидишь у себя на месте. Давай. Вот тут твое суперкресло. Ты тут давай будешь сидеть. Вот тут сиди. Все, вот так. Да, сиди. Так, дальше. Так, еще какое-то странное платье. Я не буду его уворачивать. Это платье Пьер Кавала, какой-то бренд неизвестный. Сверху футболка, снизу трикотажная юбка розового цвета яичного желтка. Но такое даже тоже уже в страшном сне приснится, что это кто-то будет носить. Так, дальше платок. Господи, это то ли Гуччи, то ли Шанель. Смесь бульдога с носорогом. Ужасно. Ужасный платок. Конечно, такой никто не будет носить. Более того, я вспомнила Машка, сестра Ника. Ну, собственно, ради кого я оставляю здесь какие-то приличные вещи. Может быть, она, я думала, будет носить. Но она не... Я не видела на ней шарфики. Так, вот это тоже какой-то теткинский сарафан. И вот тоже отправляем в зрительный зал. Так, и вот здесь еще что-то... Что-то в кружевах. Так, женская или детская, не пойму. Женская кофточка с кружевом. И вроде как ольяная. Но дизайн такой, что... Вот мне кажется, что в сказках про Ивана Дурачка царь должен был вот в чем-то такой... В какой-то такой рубахе спать. Или одевать ее как исподняя. Так, и третий мешок, который у меня сегодня влезет в икеевскую сумку. Чтобы отнести это добро на ухо. Что здесь? Ой, а здесь? Это нужно отдельно разбирать. А здесь мусор. Да. Здесь какие-то целые, какие-то порванные уже... Ну, ГПД это в Москве называется. Единый платежный документ для оплаты ЖКХ. Не знаю, как здесь. Я посмотрю, что там целое штует и может быть и не тянут. Так. И, собственно, вот в этой сумке тоже самое. Ну, раз пошла такая пьянка, достану еще один мешок с одеждой из шкафа. в прихожей. Так. Здесь что-то тоже меховое лежит. Меховая какая-то тужушка. По-моему, из искусственного меха. А, кажется, это называлось автоледи. короткая курточка из, мне кажется, искусственного меха. Нет, вроде бы даже натуральной. Почему-то она совсем без застежек. Но очень приятная на ощупь. Ну как, вердикт? Еще можно оставить? Мне кажется, вполне можно. О, я нашла какую-то... Какую-то пуговицу нашла. Две. О, нашла две пуговицы. Так. О, значит, вот петельки. Все. Все понятно. Но нюанс в чем? Такое странное вещи, что здесь идет стык в стык. Пуговка и петелька. Они прямо на краях. То есть, получается, что вещь вроде бы как на холода. Ну, то, что петельки широкие, это не страшно на самом деле. Это можно пофиксить. Так. В общем, вещь вроде бы на холода, но идет стык в стык. То есть, соответственно, вот сюда будет задувать. И у меня вопросы. Господи, кто это такое придумал? Может быть, только если перешивать пуговки и делать внахлёст. Так. И странного она... Блин, все-таки, мне кажется, это искусственный мех, потому что натуральным ничем не пахнет. Ладно, это я пока оставлю. Повешу в шкаф. Там у нас шкаф. Такое ощущение, что будет с меховыми вещами. Старыми или новыми, но тем не менее. Так. Я не могу остановиться, потому что у меня не набран еще мешок какие-то. Ладно, достала еще... О! Оп! Оп! Так. Это женский пуховик с таким вот принтом. Это вроде бы пуховик, но сверху как будто накатана искусственная замша. Рукав-резинка. Вот этот вот рыбий мех жуткий, не отстегивающийся. И курточка на самом деле очень маленькая. Куда она? Кому она? Она, видимо, детская. Но на зиму ходить в этом странно. Сейчас попробую сам опять. Может, я подожду ничего не поменяю? А, нет, она не детская ни хрена, она взрослая, потому что она налезла на меня. Но, да, рукова длинная, сама по себе узкая, непонятно, как это вообще тоже носить. Ну, отдадим нуждающимся. Я думаю, разберут с удовольствием на мусорке сегодня. Так, пола включает. О! Так, здесь какая-то тужурка лакшери. Вилсон Лезер Максима, размер S, Мэйденчина. Так, снаружи, снаружи пишут мех, это кролик. Ой, маленькая, маленькая, тоже типа автоледи из кролика. Ну, она мне явно узковата, но, чтобы вы понимали, как это выглядит, как девчонки в этом ходили. Я помню, у меня тоже была куртка-пуховик, вот с такой резинкой внизу, и я в ней даже ходила. Хотя, непонятно, что она закрывает, прикрывается вообще, зачем нужна. Но, это, конечно, вообще не пригодится никому даже на даче, потому, что слишком куция, слишком короткая. Так, ну и все, у нас набран мешок одежды на свалку. И на этом я заканчиваю свой спич. И третий подход к разбору шкафа в прихожей закончен. Так что, будем ждать следующего. Я прям каждый раз, подходя к разбору этого шкафа, в предвкушении, потому что здесь интересные штуки в плане верхней одежды. Ну вот, как бы, понятно, что все это устарело сотню лет тому назад, но все равно очень интересно разбирать эти вещи, смотреть, какие были дизайны, вспоминать свое детство, когда я такое что-то видела. И, конечно, меня больше всего удивляет объем этих вещей. То есть, понятно, что они были куплены там в начале 2000, тысячных, примерно, судя по дизайну, но объем этих вещей, он, конечно, поражает, потому что, ну куда столько, столько не сносить. Не сносить одной женщине. И, ну, в общем. Ну и плюс ко всему, то, что я сейчас адепт, стараюсь стать адептом минимализма и использовать минимальное количество вещей, я, конечно, вообще ужасаюсь тому, сколько здесь всякого хлама и ненужного и ужасного. Ну все, заканчиваю свой спич. Всем хорошего дня, удачных вам расхламлений, подходите к выбору покупок более осознанно, потому что, ну, просто жалко, во-первых, времени, которое тратится на покупку этих вещей, денег, труда людей, которые производят эти вещи, и понятно, что эти вещи либо носятся совсем чуть-чуть, либо вообще не носятся, потому что здесь очень много вещей с бирками. В общем, жалко труд вообще и ресурсы планеты, которые затрачиваются на все на это. Все. Закругляюсь. Всем хорошего денечка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok